Здравствуйте, дорогие друзья! У нас начался четвертый вебинар мастеров инклюзии. И пока это школа мастеров инклюзии. Сегодня у нас представители фон «Верба» Анастасия и Лариса, режиссер театра «Шарманка» и театральной службы «Жизнь». Встречайте! Добрый день! Меня зовут Анастасия Овчинникова. И моя коллега, подруга, наш как раз режиссер Лариса Абашева, где Лариса Ленингерна у нас была одним из членов жюри. Посмотрев на все действия, которые происходили, Лариса Леонидовна ужаснулась. Я напомню, что это был формат студии, самодеятельности, где, конечно, каждый мог проявить свои планки скрытые, но в этом не было профессионализма. Итак, Лариса Леонидовна ужаснулась и предложила присоединиться к деятельности фонда «Верба». Это уже было создано НКО. Так вот, мы начали заниматься с ноября месяца дважды в неделю с Ларисой. И таким образом с ноября-декабря у нас стал формироваться художественный материал на основе произведений Дениила Хармса. Сейчас у нас есть хороший, полный, почти что завершенный спектакль «Цирк Пинзенбрама» Небельмила Хармса. Спектакль «Конструктор», в сценах которого каждый, практически из ребят у каждого, есть своя роль отдельная, главная, ведущая. То есть есть возможность проявиться. Очень многие раскрыли в течение этого года. У нас с мая месяца, практически раз в месяц-полтора, у нас идет постановка на сценах города Екатеринбурга. С Эверджазом мы сотрудничаем, плотный где-то раз в месяц выставим спектакль, причем теперь это уже формат вечернего мероприятия. У нас основная категория ребят – это опорники и ДСЦП. Вот как с ними удается работать, создавать высокопудожественное произведение, наверное, Лариса расскажет лучше, больше, подробнее. Потому что она, конечно, профессионал с большой буквы, мы не перестаем поражаться ее мастерству, терпению. Но уж такие результаты, какие мы достигли все вместе за год, это колоссально. Мы чуть позже раскроем, какие у нас планы на следующий год, что сейчас мы делаем, с кем мы работаем. И перейдем снова. Спасибо, Анастасия. Да, правда, я пришла. И это был, конечно, к театру мало относящийся фестиваль, но очевидно, было и понятно, что коллективы, которые там участвовали, было достаточно много. Они страстно хотят себя как-то проявить, но без понимания профессии и без понимания вообще понятия театра. Вот они что-то делали, и это было очень печальное зрелище с точки зрения профессионального театра. Все-таки фестиваль театральный был, и я между делом сказала, давайте хоть я позанимаюсь с ребятами. Ну и вот все это затянуло, видимо, на долг, затягивает это дело. Вот мы стали заниматься, я никогда не работала с детьми, никогда не работала с инвалидами и не знала, что это такое. То есть до этого у меня был небольшой опыт в школу-студии по созданию кино, но это совершенно другая работа. Вот там тоже были разные ребята, разные категории, но это немножко другое. Тут я занималась непосредственно своим профилем. Почему спектакль создается год? Вот когда обычно подобный спектакль может создаваться два месяца. Даже с профессиональными актерами можно, ну если поднапрячься, за месяц сделать, да, но это профессионал большого уровня и реакции. Вот год это все длится, потому что сам спектакль, нет цели. Вот мы поставим себе дату премьеры, и мы обязаны, вы, да положи, сделать его за два месяца. Нет таких задач, а так как учебный процесс рассматривается у нас, то есть номер у каждого может быть всего один в течение года, не прибавляться там ничего, проявление каких-то кроме общих взаимодействий, да, где-то синхронные общие сцены массовые. Но этот номер, он ставится задача, что его номер с текстом Хармса должен всегда жить, должен быть всегда живым. Это большая работа. Это как поливать цветок, чтобы он не завял. Ну, представляете, да, если ассоциативно. Это как кормить живого ребенка, чтобы он не умер с голоду. Ну, то же самое это художественный материал в контексте театра. То есть театр это живой организм. Вот этим мы и занимаемся, видим, придумываем, ищем тексты, ставим номера, пробуем возможности, раскрываем, расширяем возможности каждого нашего актера. Мы уже можем так немножко про них говорить, потому что от того уровня, который у нас был, до того уровня, который сейчас, это правда, они выросли очень, у них лучше стала речь, понимание театра, понимание того, что это нужно отдавать себя полностью, всю энергию, энергетику свою, эмоциональность выдавать каждый раз, как первый и последний. Вот это у них уже появилось. Но сложность в том, что доставать эту энергетику, эмоциональность, немножко тяжелее работать, чем с обычными актерами. Это нужно каждый раз, большая стимуляция и мотивация, очень в жесткой форме достаточно, потому что как будто вот спектакль прошел, все зрители счастливы, ребята счастливы, они отдали всего себя на спектакли, они знают, что такое получать удовольствие во время игры на сцене, да, ради чего, собственно, мы это все и делаем. Но потом это как-то очень быстро обновляется, забывается и приходится снова-снова, как сломанный мотор, подзаводить это все, и чтобы это снова немножко еще мотор жил, как 220 при остановке сердца. Вот, то есть моя задача как режиссера дать навсегда понимание, что спектакль это живой организм, и он таким должен оставаться каждый раз, чтобы они сами себя научили заводить, это как бы по щелчку, то есть это уже такая наработка психофизического характера, потому что в контексте любого актера это очевидно, а для них это еще не очевидно. Вот, то есть чтобы они сами себя раз завели, вышли на сцену, отдали себя всего зрителю и без моего, так сказать, чугунного сапога под задницу, вот. Это, ну, как с детьми примерно, да, так сложно. Я хочу сказать, что у нас на самом деле не так, чтобы дети, мы, конечно, так иногда шутя или по привычкам называем, у нас категория от 18 до 68 лет, да, почему-то от девочки все время Ваня не учитывается. Ну, мы говорим до 40, а потом у нас еще есть одна баба, она 68, и она тоже актер нашего инклюзива. Она актер, да, и актер еще в возрасте, и это еще усложняет, так сказать, работу нашу. Ну, вот почему мы это делаем, вот так вот, наверное, да, почему и зачем мы это делаем, куда идем и для чего. Вот я тоже хотела вам вопрос задать, почему, вы думали, инклюзивный театр, ну, фонды разные бывают, да, и каждый занимается в каком-то направлении, а вот Яна и Настя выбрали пролонгированный проект, именно развитие творческих людей с ограниченными возможностями. И вот я хочу задать вопрос, как пришла эта мысль вам в голову, на каком-то примере ли вы это придумали, и, да, как-то там это все себе видели в идеале. Мы, наверное, нашли метод антропы ошибок, а почему мы придумали именно пролонгированный процесс и проект? Те, кто занимается адресной помощью, таких фондов много, и это важно, когда, да, люди спасают жизнь, где-то помогают самым необходимым, но в некотором смысле это дать, знаете, как притчи, дать рыбу. Творческий процесс, возможность реализации и поиска новых возможностей, несмотря на какие-то ограниченные физически, это та самая удочка. Сильно. И это возможность обрести либо новую профессию, да, я не побоюсь такого выражения, потому что та сверхзадача, как у нас любит говорить Борис Леонидов, ну да, куда мы идем, это знание профессионального инклюзивного театра. Эта идея возникла у нас, ну, как-то спонтанно, по наитию, но сейчас мы выясняем, что в России и во всем мире это явление не новое. В столице это модное направление, где обычные актеры, профессиональные, имеют возможность получить дополнительное образование, стать инклюзивным актером и работать на одной сцене с людьми, с особенностями физического развития. Для ребят мы сейчас условно можем сказать, что это две категории, два формата их работы на сцене. Для кого-то это в чистом виде является терапевтическим, когда мы расширяем их физические возможности, их восприятие, потому что мы не работаем с людьми, у которых есть какие-то ментальные ограничения, психиатрические отклонения. Но тем не менее, все-таки, когда травма, она получена при рождении либо приобретена, это накладывает в печаток на структуру личности. И для некоторых занятия в нашем театре-студии имеют терапевтический характер. Но есть также группа, по-моему, от отступания, когда группа актива, для кого-то действительно мы надеемся, это сейчас видно по всем их проявлениям на сцене, на наступлениях и на репетициях, что это может стать новой профессией, одним из видов деятельности. Для кого-то не секрет, что трудовая ассоциация для людей-инвалидов, вот это такой острый вопрос в России, это связано с начальными не очень верной, например, ориентацией профессиональной, это связано с рядом ограничений, которые имеются, исходя из диагнозов. Так вот, область творчества – это та плоскость, которой возможно применить все возможности, которые у человека есть. Кроме театральных, непосредственно театральных постановок у нас действует и функционирует, развивается литературный кружок. В общем, мы выбрали с помощью, да, мы начали работать, просто репетиции, просто что-то пробовали, речь, разминки, дыхание. И сейчас мы хотим вывести это на более серьезный и перманентный уровень по принципу обучения в театральном институте. То есть у нас есть уроки по вокалу, уроки хореографии, уроки по литературному творчеству. То есть помимо меня в команде появились еще люди. Еще есть у нас искусствовед, который тоже периодически приходит и людям мировоззрения и историю искусства рассказывает. Да, да, да. Но помимо этого мы стараемся посещать все какие-то знаковые выставки, культурные мероприятия с ребятами, потому что в силу, опять же, диагнозов, которые есть у ребят, часть жизни выпала. То есть и культурный пласт, он не так богат и насыщен, потому что в некоторые моменты в жизни это был вопрос выживания и в принципе сохранения жизнедеятельности. Поэтому мы стараемся восполнить те пробелы, которые имеются, обогатить, наполнить их и посмотреть, на что они способны. Способны они на самом деле много. У нас есть несколько очень ярких примеров. Сыриса, расскажи. Очень ярких примеров. У нас есть уже повод для гордости, помимо общего результата, общего спектакля, который все равно каждый раз может и не так хорошо получиться пока пройти, как хотелось бы. У нас есть уже все чаще и чаще, по-моему, все как бы так складывается цельно. Я не иду в спектакль, да? Да, да. Получается, нарабатывает качество, да, держать уровень качества. У нас есть конкретные ребята, как бы наша гордость и радость. У нас есть Антон Ламонтов. Это 30-летний парень, который у нас опробовался, когда в спектакле, да, раскрылся в спектакле с помощью рэпа на стихи Хармса. И почувствовав эту волну, да, прилив, энергетику и свои мечты какие-то потаенные, скорее всего, но которые он не позволял себе проявлять ранее, он сейчас у нас становится просто мегапопулярной рэп-звездой и впервые стал сочинять собственные, очень неплохие тексты в жанре рэп. И стал, мы его нашли также и ищем, продолжаем искать его команду. Все он пока на благотворительных началах, естественно, то есть минимальным вложением, а может и вообще их нет, не было. И композиторов, саунд-продюсеров, продолжаем его выводить еще более на качественный уровень, то есть он пишет замечательный текст, выступает, выдается энергетически, то есть он рэп-звездал нас. Ну, помимо этого, что он самый активный, помощь, флагман вообще-то, флагман, да, то есть он флагман, сила, энергия и своим детским, в самом лучшем смысле, энтузиазмом показывает пример другим, как без какой-то там меркантильности, без какой-то там выгоды личной, можно делать вместе общее дело. То есть мы-то в случае бесплатного коллектива, как раньше были народные театры, только которые выходят на профессиональный уровень, пытаются, да, то есть конкурировать, хотим конкурировать с профессиональными театрами. Мы начали продавать билеты за деньги, это очень хорошо, потому что это повышает меру ответственности нас, ребят, и качество спектакля. Мы берем деньги за билеты, как обычные театры, и обязаны выдать качество за эти деньги. Соответственно, собранные деньги идут на развитие театра. Да, идут на техническое оснащение, на костюмы, на какую-то небольшую, да, у нас. Ну, на данный период бюджет нашего спектакля, как бы материальный, ну, там не было задач, хотя они есть в будущем, но это только с помощью грантов, конечно. Ну, он стоит, обнуляю, ноль рублей, ноль копеек. Там есть вложения, педагога, все, но это не считается вообще, в принципе, то есть по сравнению с теми бюджетами, как нам оставить спектакль, какие гонора оплатятся, какие вложения делают все спектакль, который будет жить много лет и процветать. Он у нас стильный, он у нас хороший, но он нисколько денег не стоит. У нас есть Илья Перцев, который в этом году поступил на литературное творчество, он будет драматургом. У него открылся ироничный, саркастичный писательский талант. И помимо этого он пишет тоже, я не буду говорить, не буду сравнивать его ни с кем, тоже все еще, их творческий путь только начинается, но это уже хороший достаточно уровень, если сравнивать с чем, ну с чем, ну не знаю даже с чем, но это точно уже не просто благотворительность, а это интересно становится. И это становится качественно, потому что это поддается критике. А раз это поддается критике, и ставится задача, это надо исправить, это не годится зрителю. Мы примемся к качеству, мы ставим задачи им, они исправляются, они работают все время над собой. Он поступил на литературное творчество и будет драматургом. Помимо этого его привлекает жанр стендапа. И там он еще пытается проявить свое личное, так сказать, составляющее, вот иронию, сарказм, может быть, где-то цинизм в художественном понятии. Ищет свой собственный почерк, как личность комика, да, стендап-комика. Вот это тоже есть результаты, Антона и его стали приглашать быть ведущими. Он пишет... По диджейской деятельности он работал диджей, но сейчас у него заказов существенно добавили. Антон, да. А Илья пишет сценарии для всяких каких-то мероприятий важных, пока инклюзивного качества. Но когда он начнет, его начнут приглашать писать сценарий для театров, допустим, для настоящих коммерческих фильмов, роликов, неважно чего, писать стендап и приглашать в стендап на уровне федеральном, там, не знаю, каком, это будет тоже признак того, что он идет в правильном направлении, и там будут не инклюзивные деньги платиться, а настоящие деньги по коммерческим ценам этого города хотя бы. Ну вот, чтобы таких результатов, наверное, достигать, как мы выяснили за полтора года, ну, такой нашей, да, профессиональной деятельности, к особым людям не нужно особого отношения. Ни в коем случае не надо не проявлять какую-то жалость, да? Да, да. То есть это, безусловно, должно быть трепетное отношение с пониманием их каких-то особенностей, да, то есть физически, но ни в коем случае не проявление жалости, не надо этим уничижать, и не надо снижать в планке качество ответственности за процесс, потому что это как раз убивает, это превращает в любую профессиональную деятельность, о которой многие из них мечтают, потому что именно здесь открытые на площадке творчества много социальных лифтов, и многие об этих открытых социальных лифтах мечтают, так вот особым отношением к лифтам с сниженными критериями, их не надо уничтожать. Ну да, я человек совершенно не педагог, не психолог, никто, я человек очень жесткий, то есть ставлю задачи и требую немедленного их выполнения. Тут выполнение задач, оно замедленное немножко, да, и более долгое, но я точно знаю, что иду верным путем, потому что у нас есть результат, и никто за год от моей как бы жесткого такого строгого очень отношения никто вроде не сбежал, или сбежал? Не сбежал. Вроде никто, да? Слезы... Слезы были, слезы были, долгие репетиции были, когда они пищать начинали, мы устали там, я их понимаю, но в этом случае у меня совершенно, как бы, как это назвать-то, отношения, ну, то есть выработанное мною за, понятое и выработанное мною за период вот начального, да, понимания, чем мы занимаемся, чем я занимаюсь, не с актерами, и не со здоровыми людьми, а с нездоровыми актерами, так получается. Вот, совершенно очень требовательная образиция, чтобы это было, чтобы они стали конкурентоспособными личностями в творческом плане и личностного, собственного, да, как бы, понимания. Я человек, я личность, я индивидуальность, я талантлив. Вытащить талант, нащупать его, во-первых, вытащить его любой ценой, это как в спорте иногда у нас, похоже, как к подготовке к олимпийским играм, понимаете, нет, снова делаем, нет, снова делаем. Может быть, меня другие люди не поймут, увидев, какими методами я работаю, потому что это очень эмоциональная работа, потому что, если что-то там капризы начинаются, а они в любом случае есть, опять же, как это похоже на общение с маленькими детьми, хотя они все взрослые, начинаются капризы, начинаются какие-то там даже есть и шантаж, и еще что-то, ну, в общем, обычная вода, обычная манипуляция, манипуляция, да, то есть, совершенно, как бы, неприемлемо для нас, с их стороны, вот эти вот выпады, и это начинает раздражать, и начинаются, конечно, крики, воспитательные, просто как в армии, может быть, как в тюрьме, иногда, может быть, так все стороны похожи, вот, и пытаться добиться задачи, чтобы не только мне это надо, как режиссеру, ты сделаешь это, а чтобы он сам понял, что он должен преодолевать, ради поставленной цели, препятствия, причем задачи, что это нормальный, потому что там нет ничего, это нормальный, это нормальный, воспитание в себе чувства чемпиона, и воспитание воли в себе, вот, потому что воли, когда я пришла, ни у кого вообще не было, а было, развлекайте нас, пожалейте нас, дайте нам что-нибудь, вы нам все должны, вот то, что я увидела, вот, и сейчас они дисциплинированы по отношению к тому, что было раньше, а если что-то начинается идти в разрез процесса творческого, сопротивление, как бы, деструктив процессу творческому, я это очень быстро, как-то, исправляю, наверное, с помощью жестких слов, мер эмоций, вот, потом у нас еще, из ребят, кем мы можем гордиться, есть Никита, он очень классно актерски, именно актерски проявился, очень нервная психика, что для актера является очень хорошим качеством, еще есть такое выражение, хороший актер нервный, это такой показатель, что его струна души, да, вот это вот нервы, как это сказать, холеричность, это значит, что актер, гамма актерского у него гораздо больше, чем у более спокойных людей, что ли, и вот Никита, он, сколько ему лет? Никита 19, Никита 19, он, наверное, 20, ну, 20, он проявляется очень мощно именно актерски, то есть у него номер совершенно актерский, не ритмовой, там, не какой-то массового характера, да, выстроенный музыкцинически, а именно индивидуальный, моно такой, моно, как моноспектакль, его номер выглядит, вот, мы очень рады, есть Юля Шулятьева, очень глубокий, на мой взгляд, талантливый человек, непростой, сложный, но у меня с ней не было проблем во время репетиции, а, один раз было, когда дошло чуть линии до расставания, когда вначале, вот, это, кризисный перелом, да, то есть она пережила, то есть поняла манеру, не манеру, принцип нашей дальнейшей работы, и она для меня тоже очень любопит психологический актер, там есть проблемы с речью, ну, с речью есть, там у многих проблем, половина р не выговаривает, половина тоже очень что-то плохо говорит, это вот еще одна задача развития речи до читабельности, до понимания, что, ну да, очень сильно на речь нужно налегать, вот, и Юля Шулятьева для меня тоже очень приятный актерский человек, вот, ну, у нее номер опера, у нее нет ни слуха, ни голоса, ну, не в этом дело, можно и без слуха, и без голоса очень классно сделать номер, вот, она поет псевдоопер вот такое, вот, есть Вера, она совершенно прекрасный человек, я нарадоваться на нее не могу, у нее очень плохо встречу, не работают ни руки, ни ноги, у Веры гиперкинеза серьезно, тетропорез, то есть, я в этом не понимаю, я говорю, то есть, Вера очень сложно, она самостоятельно не может передвигаться, у нее спастика очень сильная, рука, ног, и говорит, она, теперь уже лучше, лучше, в Юне месяце, она впервые сказала букву США, вы знаете, мы до этого не были связаны, профессиональные деятельности, только, ну, последние годы, полтора-два с ребятами, когда Вера встала, что она сказала букву США, вы знаете, это было таким достижением, мы практически плакали от счастья. Да, помимо этого, Вера, она, вот, сложно понять, она же функция очень ограниченная и физическая, да, но точно видно по глазам и по энергетике, которую она выдает во время общего процесса, что это человек, который в процессе по-настоящему от начала до конца и старается сделать по максимуму все, что она может сделать, и на нее, конечно же, интересно смотреть. Я не веду как зритель на актера, вот так. Помимо этого, она тоже пишет прекрасно, много пишет. Да, у Веры полностью сохранен интеллект, она в этом году закончила Московский институт дистанционного образования. У нее есть чувство юмора, у нее есть нежная женская душа, у нее есть образование журналистов, но я считаю, что это было плохое образование, ее там жалели, поэтому закрывали глаза на то, что могли потребовать, например, да, то есть, вот поэтому мы все должны развиваться все вместе дальше, чтобы исправлять грамотность, чтобы исправлять стилистику, если она продолжит свой писательский опыт и так далее, и так далее. Не факт, что кто-то из них станет актером, кто-то захочет, если кто-то захочет, то станет. Мы вырастим инклюзивного актера, которого будут звать профессиональный театр, пусть это будет на три приза, на отдельные проекты, но это будет, если только человек захочет. либо он его устроит просто оставаться с нами, как с командой. Это тоже хорошо, потому что команда это важно, и мы будем единственными и неповторимыми с перманентной труппой, которые годами друг к другу бок о бок идет и добиваются новых целей. Вот. Ну и помимо этого есть еще куча ребят, да, я могу кого-то забыть, которые тоже интересные, проявляют. Да, мы говорим от нулевой точки начала работы в театрах до этой и то, как развивать, у кого какая кривая динамика, динамика, да, востребованность и понимание, профессионализм. Мы вот тут делали календарь к Новому году, и у них было серьезное творческое задание психологического совершенно характера. Нужно я перед календарем я тут использую случаем и буду петь оду любви нашему режиссеру, с вашего позволения. В чем имплюзия, как мы тут недавно выяснили, в диалоге, действительно у нас талант режиссера такой огромный, что вот те номера, те отрывки, те стихотворения, дневниковые записи, то, что дается, то, что выбирают ребята, то, что дает, как материал варится, именно в их исполнении у людей, у которых есть особенности или в данном случае иные возможности, это выглядит таким образом, как это выглядит на сцене во время спектакля. Вряд ли, например, если мы вернемся к Вере Темченко, вряд ли кто-то бы из профессиональных актеров именно в такой форме, Вера, со своими возможностями речевыми, она рассказывает страшную историю. Лариса придумала переводчика, который бы доносил суть и смысл. Там получается перекличка эхо и у каждого свой смысл получается повтор этих слов, где Вера является рассказчиком, правда, но это же была мера технического плана, то есть не все поймут, что она говорит, но скоро ей не понадобится переводчик, мы будем художественные решения другие для нее подбирать и придумывать. В данном случае те художественные решения, которые придумала ты, они и являются инклюзией, потому что тот рэп, который читает у нас в завершающей сцене Антон Мамонтов, почему я не летаю, сидя в инвалидной коляске, именно это выглядит по-настоящему и это таким является, этот текст о нем, для него, про него и о людях с похожими особенностями, это было бы просто нечестно перед зрителем, если бы обычный человек сел в инвалидную поляску читал подобный текст в контексте общего спектакля, именно в этом инклюзии, в этом вот такое талантливое проявление, ну это обычная вообще-то задача режиссера угадать героя, что-то так сказать, в данном случае не героя, а угадать человека и на него найти какой-то материал, где он раскроется будет верно такой ход, именно он это должен уметь сделать, ну вот, вот такой у нас коллектив, очень сложно, ну как бы, не знаю, если ребята год уже никто никуда не ушел, то, наверное, это важно для них, для меня это тоже опыт педагогический, видимо, и какое-то тоже воспитание в себе режиссерских качеств, как по-другому можно работать, и какие результаты это приносит, потому что я так вот жестко на самом деле, вот так вот жестко, в такой степени жесткости, только с ними на самом деле работаю, то есть у меня бывают вспышки в других моих творческих процессах театров, да, но что-то перманентное такая, очень строгость, такого у меня не было, и это говорит о том, что нужен подход, нужно выискать, чтобы получился спектакль, получился театр, настоящий театр, я люблю настоящий театр, поэтому не приемлю мистичковости какой-то и пытаюсь о чем вывести еще на более качественный уровень, у нас есть примеры, мы видели, мы ездили на про театр, мы это московский международный проект, где собирать лучшие образцы инклюзивного театра, показывать зрителю, какое качество может быть, да, то есть вот, глядя на это, мы поняли, что есть к чему стремиться, то есть есть конкуренты, грубо говоря, которые стимулируют дальнейшее наше развитие, и есть более слабые допустим, коллективы, чем мы, но тут тоже сложно сравнивать, потому что все же разные, кто-то глухой, кто-то слепой, простите за выражение, у них совершенно другое восприятие мира, совершенно другие возможности творческие, поэтому мы можем сравнивать только ценность художественную, то есть результат спектакля, спектакля, насколько качественным он сделан, слаженно, насколько ценно, насколько ценно, художественная его составляющая, как произведение искусства, Чтобы спектакль был произведением искусства, выполненным в разных техниках, так скажем. Чтобы спектакль жил долго, очень долго, много лет. Это очень важно, потому что это показатель того, что спектакль востребован, спектакль нужен, спектакль хороший. Потому что плохой спектакль очень быстро умирает, естественно, потому что нет на него зрителя, нет в нём самого энергии, он сам чахнет, болеет, умирает. Сам по себе это такой естественный процесс. Значит, спектакль, можете, пожалуйста, задавать нам вопросы, если вы ещё там. Давайте, потом мы уже тут. Про календарь, да, и можно ещё рассказать про, а почему же это ценно для обычных людей, да? Да, тут вот опять момент инклюзив, приучить обычного зрителя, которого раньше оберегали, то есть был мир нормальных людей, мир ненормальных людей. И в мире нормальных людей, это как эстетично и красиво, да, и там нет места к каким-то недостаткам, к каким-то некрасивостям, да, внешним. А так как это какая-то идёт волна, все чувствуют, то есть это и какие-то, правда, перевоспитание государства, что ли, нации, правильно? Ну, взглядов, да, взглядов, да, вероятностность, и чтобы мы могли, мы, в смысле, нация наша, русских людей, россиян, смотреть спокойно на... И такие проявления жизни, да, потому что мы, и совершенно, как бы, общечеловечески оценивать уровень качества творчества, нетворчества, просто человека, у которого, в отличие от здоровых людей, чего-то не достаёт. Ну, вот, на мой взгляд, это, на самом деле, воспитание в обычных людях, способствование росту личности, потому что не каждый, даже наши знакомые, да, они приходят в нашу постановку. Мне кажется, что здесь можно это отнести к такому психологическому эффекту, как людям пока, ну, многим, и это даже прямая обратная часть, часть моей знакомых, нет в окружении инклюзивной среды, да, или людей с особенностями, и им бы не хотелось вот эту вот боль искать в свою жизнь, ну, условно, через взаимодействие с ребятами, потому что у них это кажется, вот такая форма проживания жизни, части, кажется очень странной, болезненной и так далее. А творчество, когда это, ну, когда мы на высоком уровне, когда видно, что эти актёры могут на сцене, преодолевая себя, они могут делать больше, чем обычный зритель, обыватель, сидящий в зале, вот это воспитание его или силы духа и и толерантности, и крепости, и смелости, и чего хотите, в обычных людях, не имеющих как таковых особенностей проблем со здоровьем. Да, ну, перейдём к календарю, то есть помимо театра, что мы хотим очень плотно, ну, занимаемся, но недостаточно, мне кажется, плотно литературным творчеством. И вот мы придумали календарь, где в календаре их лица будут как психологический глубокий портрет, да, это портрет, в первую очередь, со всеми недостатками, именно лицами, недочётами, как и без прекрасного, что знать, без особенного фотошопа, что называется, то есть берётся человек, берётся крупный план, и зритель может его рассматривать, что-то там увидеть, ну, это опять, к этому портрету прилагаются и литературные фокусы, как он так говорит. Задача была, мы эту линию назвали «Вербные дневники» в начале года того, да? Да, 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 вот, но она была не очень активна, то есть кто уже писал, то всё, ну, до этого направления. И продолжал писать. И продолжал писать, он выкладывал, да, что было раньше и что сейчас написано, то есть это, а надо было, чтобы все остальные тоже начали писать, по мере возможности. Вот, ну, и тут вот этот календарь, он стимулировал мощный рост, тут, так сказать, не отмажешься, не свободно пойдёшь. Хочешь участвовать в съёмках, быть в календаре, будь добр, некий конкурс, да. Притом, притом, не только напиши, но ты ещё и, у тебя есть конкуренты, ты можешь попасть или не попасть в календарь. Месяца подвина, да, снимает очень крутой фотограф, всем очень хочется туда попасть, потому что и каллиграфия качественная, в общем. И вот опять хочу отметить, никакого особого отношения, всё как происходило бы в обычном коллективе, в обычной какой-то студии, да, там в группе занятий, то есть. Вот, и им дали задание раскрыть личность, то есть была некая условная тема, моя мечта, да, или что-то связанное с душой, переживаниями, да, то есть с внутренним, с внутренним наполнением героя. Многие написали, многие очень плохо написали, мы привлекли нашего педагога по литературному творчеству и очень жёстко начали просто вот этот календарь их творчество прорабатывать, то есть они там с потери, грубо говоря, вот. Вот, и тут, и тут, и с этой точки зрения они поняли, что мало просто сказать, ну, я поздравляю вас с Новым годом, будьте здоровы, как у нас там один написал. Мечтаю полететь в космос, хоть не полетую, но всё равно мечтаю. Да, мы им объяснили, что это должно быть художественное произведение, помимо того, что нам просто, многие просто бессовестным образом скачали с интернета. Загуглили, да. Выдавая за своё, и тут у меня уже от гневов у нас пара из ушей пошёл, и мы понимаем, что, господи, а мы вообще с кем работаем? Мы же думаем, что мы взрослых, блин, разумных людей воспитываем, а оказалось, что это всё обман. И вот мы опять начали, да, жёсткую политику, и в итоге получилось очень чудесно всё, вы знаете, они писали, переписывали, задавали вопросы, работали уже над своей ужасной грамотностью, в том числе. В том числе, да. На этом в итоге 12 работ, 11 месяцев у нас получается прекрасных, цельных для каждого, для его как давности, да, то есть там и возраст, это важный человек, и опыт, ну, прожитый, да, как бы, и личная психофизика. 11 работ, которыми мы, наверное, довольны, так скажу, где-то очень хорошо, где-то потому, что человек не очень взрослый, тоже хорошо для ребёнка. Вот, в общем, мы смело эти тексты будем показывать, дарить в календарях, и это будет очередной пункт нашей радости и гордости за ребят. Что они не только на сцене, они ещё, вообще театр это многограммное творчество. Люди должны много всего уметь, потому что актёр это личность в первую очередь, многоуровневая, много из многих составляющих. Актёр должен быть грамотным, актёр должен быть гумбоким, актёр должен много читать, актёр должен много знать, у него должен быть вкус художественный. Здесь без искусствоведения никуда, этот вкус нужно приучать, да, вкус развивать нужно. И иметь внутреннюю длину для того, чтобы себя, поэтому тоже не только с помощью каких-то внешних, да, специалистов, преподавателей. Актёр, да, актёр должен быть очень круто владеть русским языком, именно речевым аппаратом, речь, артикуляция, дикция, грамотность речи. Актёр должен быть мегаэмоционален, актёр должен уметь в идеале петь, чтобы это было эмоционально приятно слушать. Он может быть без тембра голоса, но развивать слух тоже необходимо. И ритмику, и пластику, то есть двигаться. Ну, не требуем вершин, там, мега-вокалистов, мега-танцовщиков, но таким образом актёр – это многофункциональный инструмент, которым пользуется театр. Да, он инструмент театра, спектакль. Вот. И это всё нужно всего много, много, чтобы человек… Ну, такой комплексный, да, системный подход, к чему мы и двигаемся. Да, системный подход, воспитание артиста, воспитание личности, воспитание воли и амбиций в человеке. Да, и уменьшение, каким образом терапевтическое воздействие и уменьшение вот этой, либо совсем её искоренения, я надеюсь, потребительского отношения, которое часто встречается в категории людей с особенностями. Ну, так скажем, вся система наша так устроена, так или иначе, вот они сидят на своём стульчике под названием «я особенный», и очень часто требуют этого особенного. Да, ну, понятно, что они все получают пенсии по, так сказать, недееспособности. Мы же им объясняем по-другому, что, извините, бойцовский клуб, ты никто и звать тебя никак. И мы не государство, и никто не государство, кроме каких-то там структур, да, которые, это прописано в конституциях, законах. И всё, всё, что на этом, всё заканчивается, кто им что должен. А у них это как бы ко всем, то есть они без разбора, да, то есть вы не положи там, дайте мне, вы мне все должны, то есть ко всем без разбора такое отношение. Вот, мы переучиваем, чтобы, вообще-то они жизнь проживают, вообще-то они, люди в конце жизни умирают, не достигнув ничего, не вспомнив, не созидая ничего, а просто, да, потребляя, так сказать. А тут ещё вдвойне потребительство, потому что люди не могут собой быть самостоятельными, ничем похвастаться, ничем похвастаться, ну, чем, ну, нужно созидать, нужно быть личностью, нужно всем приятно быть востребованным, проживая таким образом свою жизнь, я востребован, я нужен, я могу сам отдавать, мы учим их отдавать. И поскольку это связано с очень глубокими процессами внутри личности, конечно, идёт очень медленно. Но двигается людей, которые, грубо говоря, вштырило, они уже вкусили вот это понимание, что они могут быть на крутыми, востребованными, что им сам процесс создания чего-либо, будь то песня, текст, монолог, не важно, он в этом смысл, ощущение создателя, созидание и ответственность за собственную жизнь в том числе. Вот такая у нас, хотя я часто говорю, у нас нет воспитательных функций, оказывается, мы в ходе вебинара, да, общается, есть, но по-исследованию, как бы, да, мы не прорабатывали каких-то медицинских терапевтических задач, а мы только хотели сделать качественный театр, качественный спектакль, и таким образом работа идет, как-то, не скопом, как правильно сказать, комплексно. И есть результаты и терапевтического, так сказать, характера, и личностного, и творческого, и всякого разного. В общем, работаем с ними по-настоящему жестко, как с любым бы здоровым человеком. На результат. На результат. В процессе, но на результат. Продолжение следует. 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 и мы будем у истоков профессиональных государственных учреждений создания театрального или творческого вуза, или мы создадим некоммерческую структуру. В Москве же есть круг, там из года в год они обучаются. Да, они обучаются тем и тем, тем, тем плавно. Ну, плавно, плавно, не плавно, это уже другой вопрос. У них люди тоже разные же. Разные, да, с разными. И синдром Дауна, и аутисты, да? Да, 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 но аутисты нет. У них синдром Дауна, слепо-глухие, слепые. Да, ну, большая хорошая структура многоуровневая и многолетнее обучение там существует. У нас ничего подобного нет, но будет, наверное. Будет, потому что в подобных начинаниях необходима все-таки поддержка государства, как минимум бизнеса крупного, да, наверное, потому что это огромный труд, глобальной задачей. Тут нужна очень серьезная платформа, как и финансовая, да, 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 а пока мы просто лодочка в океане со своими, значит, проблемками, и со своими радостями небольшими. Ой, маленькая лодочка. Светочка вверх, да, которая иногда ныряется, и там начинает. Мы латаем, обратно, обратно, дальше плывем. Хау, люди, задайте нам хоть один вопрос. Один маленький вопросик. Вы кто? Ну, и не задавайте. Значит, мы так развернуто ответили на все скрытые вопросы. Мне кажется, мы что-то как будто очень важное не рассказали. У тебя там есть тезисы-то какие-нибудь? Ну, по ним уже прошли. А, мы все их... Да, мы всех их, кажется, да? Мы сказали только методики. Мы сказали, что мы не думали про методики, что... Методики, да, обычные совершенно, как в театральном бузе, в педагогическом, только, так сказать, строгого режима театральный уз. Театральный уз строгого режима. Для особо опасных актеров. Ха-ха. Ха-ха. Ну, все. Ну, давайте прощаться тогда, раз диалогами получается. Ну, не знаю, как вам, а нам с вами был парашют в течение часа. До свидания. До свидания. Спасибо за внимание. Пишите еще. До встречи тех, кто в Великобритании 6-го числа. Да. Вы воржайзе. Проходите на спектакли обязательно. И если каким-то более конкретным опытом надо поделиться, что вы делаете в такой ситуации или в такой ситуации, как вы там находите деньги на деньги, как вы без денег умудряетесь работать. Сразу же мы такие тоже оптимисты, в общем, не похожие на остальные фонды. Энтузиасты. Энтузиасты. Абсолютно. Да. Вовлекаем к работе точно таких же энтузиастов. Да. Ищем команду, которая в себе бесплатно поработать немножко. В общем, пишите, звоните. До свидания. До новых встреч. Я сделаю паузы, да? Наверное. Наверное. Так. Ну, чего-то. Ну. Да. Спасибо.